Неопознанные летательные объекты атакуют Россию. В этот раз под прицелом не Москва. А военный аэродром в Приморско-Ахтарске. Что это за аэродром, о нем точно известно, что с него Россия запускала иранские дроны, которые били по самым разнообразным точкам в Украине. Воскресенье 2 июля там было очень громко. Эту информацию сообщают российские телеграм-каналы. Размер воронки 10 метров в диаметре и около 4 метров глубиной. Взрыв произошел в 200 метрах от местного аэродрома. Губернатор Краснодарского края ее подтверждает. Жертв и пострадавших нет. По предварительной информации, жилые дома и объекты не повреждены. Только Минобороны России, как всегда, гордо молчит. Военнослужащие мужественно и самоотверженно продолжали решать возложенные на них задачи. Они привыкли озвучивать лишь вымышленные достижения. Никак не потери. Средством противовоздушной обороны за сутки перехвачено 7 реактивных снарядов системы залпового огня «Хаймарс» и «Урагам». Это вредит какому-то имиджу величия России, что якобы все защищены, что у всех все хорошо. На самом деле не так все чудесно, как преподносится российская пропаганда. Тем не менее, факт атаки на один из самых больших аэродромов России был. Вопрос только в том, кто из чего по нему целился. Использование беспилотников стало практически повсеместным. Минобороны Украины пока никак не комментируют это событие, но эксперты видят в атаке украинский след. Я не имею какой-либо информации из ВСУ, что это именно ВСУ ударили, но все выглядит именно так, как удар нашими вооруженными силами. Впрочем, не стоит исключать российских диверсантов. Это мог быть беспилотник. Беспилотник мог быть запущенный абсолютно откуда угодно. Он мог быть запущенный с Белгородской области, он мог быть там с Брянской области, ну потому что мы же не знаем, где это РДК. Эксперт Павел Нарожный говорит именно о беспилотниках, хотя и это не точно. Это может быть, ну я не знаю, самолет, например, со взрывчаткой, это может быть там зенитная ракета какая-то там, это могла быть авиабомба. То есть, в принципе, довольно много разных может быть сценариев, что могло сделать именно такую вот воронку. Возможно, что воронку сделала ракета «Штормшэдоу». Та самая, которая накануне атаковала Чангарский мост. Очередное бессмысленное действие по указке из Лондона, сделанное киевским режимом. Но, скорее всего, это дело очень заряженного дрона. Что это могло быть? Это было что-то довольно тяжелое, что могло перенести минимум 50 килограмм, ну приблизительно 50 килограмм взрывчатого вещества, и это что-то с большой высоты упало. Дроны более мобильны и гораздо дешевле. Потому что беспилотник, он с технологической точки зрения очень простой. Его можно там разобрать, собрать на месте, провести там в каком-то там джипе, в грузовичке. То есть, сценарий запуска из России его исключать нельзя. В любом случае, цель была не только аэродром. Есть версия, что воздушный объект был нацелен в том числе на базу газосмазочных материалов, которые находятся неподалеку. Расчет, скорее всего, был именно поджечь этот склад, и дальше от него там могли там загореться самолеты, ну или просто уничтожить этот склад, для того, чтобы на какой-то период времени сделать невозможными удары по территории Украины. Этот инцидент, похоже, очень разозлил лично Путина. Они провоцируют нас на зеркальные действия. В ночь после попытки подорвать аэродром в России, Кремль запустил свои шахеды по суммах. Погиб один человек. Шахеды летали. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова